Привет, мои дорогие! Сегодня я буду делать черную мастику. Вещь очень нужная в кондитерском деле, учитывая, что себестоимость ее очень недорогая. Я уверена, она вам пригодится. Получается она кипельно-черная, прекрасно подходит для разнообразных декоров и для обтяжки тортиков. Но для обтяжки тортиков только если обтягивать его частями. Я бы сказала, что она не очень эластичная. Давайте, в общем, начнем, а дальше я расскажу. Для начала мы будем с вами делать подобие заварного теста, только с черным какао. Мы с черным какао уже готовили, я уже показывала. Разница, вот, посмотрите, с обычным какао и черное. Это черное алканизированное какао, я покупала его у нас в городе, в кондитерском магазине. Пробейте в интернете, вы все найдете. Посмотрите, оно какое черное получается. Я его перемешиваю с мукой, которая уже отвесила. Тем временем в кастрюльке у меня закипела вода с маслом и щепоткой соли. Хорошенько перемешиваю. И сейчас буду делать заварное такое себе тесто, шоколадное. Я бы сказала, черное шоколадное. У меня после этого появилась идея сделать черные эклеры. В общем, смотрите, быстренько завариваю в своей воде тесто. Смотрю, чтобы не осталось никаких комочков непроваренной муки. Потому что мака у нас должна быть полностью готова для употребления. Получается черный, прям кипельный такой цвет. Прям вот очень черный получается. Начала приставать к стенкам кастрюльки. Это хорошо, уже как бы поджаривается, я бы так сказала. Я уже выключила газ. И отдельно потом остудила, накрыв пленкой. Либо просто вот завернула в пленку и остудила хорошо свой черный такой комочек. Он такой очень хорошо рыхлый. Отвесила сахарную пудру. Кажется вначале, что сахарной пудры очень много и не впитается она у нас вся. Поверьте мне, даже может уйти еще больше, чем по тому весу, который я написала. Но перебарщивать тоже не нужно. Эта мастика получается немножечко рыхловатая. Я бы сказала, для обтяжки тортика она подойдет только если обтягивать его частями. Отдельно вверх, отдельно в бок. То есть она вот получается вот такая вот рыхловатая. Она очень приятная, но не сильно тянется. Я планирую у себя еще поэкспериментировать и сделать ее, допустим, не на воде, заварить ее, а на меду, либо на патоке. Посмотреть, как она будет по консистенции. Но сейчас, в принципе, для моих поделок она была выше всех похвал. Усы, шляпы, бантики, мужские пуговки всякие. Даже штаны у этого очаровательного волка тоже из этой мастики. Обязательно попробуйте этот рецепт, он очень вкусный. Ставьте палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.